Мы находимся на 30-й юбилейной выставке Prodo Expo 2023. С нами эксперта в направлении ЗОЖ и футтех в ритейле Лидия Макшейн. Здравствуйте! Здравствуйте, Алексей! Вы сегодня эксперт, спикер и хотелось бы узнать о вашу тему выступления. О чем будете рассказывать? Да, на деловой программе я делюсь трендами и трендами эко-направления ЗОЖ на 2023 год. То есть какие ключевые тренды, как мы отстраиваемся от конкурентов и как мы повышаем наши продажи и нашу прибыль в ротичной торговле. И какие же эко-тренды сейчас существуют? Первый главный, основной тренд это быть в ценовом сегменте. То есть для этого покупатель смотрит, он перепределяет ценность. То есть он выбирает, что с его бюджетом он может купить. И он выбирает ценность по цене тоже в том числе. Также он еще смотрит приемлемое качество. То есть он выбирает, опять же, из своей покупательской способности то, что он может себе позволить, чтобы это было максимально полезно. Чтобы он получил там максимум полезных нутриентов, клетчатки и так далее. Следующий тренд, который можно назвать, это функциональные продукты. То есть продукт, который имеет какую-то функцию для, например, работы мозга, для расслабления антистресса, для сна, условно говоря. Какой-то иммунитет поднять. Ну, в общем, вот это, наверное, ключевые тренды. А вот есть такой стереотип, что экологичные продукты обязательно дорогие. Это так? Можно ли в низшем ценовом сегменте найти действительно качественные натуральные продукты? Да, да. Как правило, продукты, которые перерабатываются, они имеют повышенную стоимость. Ну, либо это действительно дорогой ингредиент. Но в целом овощи, зелень, злаки, мясо даже, это все как бы чем продукт ближе к исходникам, тем он стоит дешевле. И от этого как бы его натуральные свойства, они сохраняются. То есть здесь вопрос, наверное, качества продуктов, чтобы оно соответствовало. Ну, собственно говоря, в рознице у нас и продаются все продукты, которые соответствуют качеству. Ну и простой, понятный, чистый состав. То есть простые продукты, молочные, кисломолочные, квашеная капуста, каши цельнозерновые и так далее. Это, в общем, понятные, простые продукты, которые тоже являются полезными. А бывает так, что компания заявляет, что это экологичное производство, экологичный продукт, но по факту это только используется в качестве рекламного хода? Да, да. К сожалению, есть такие случаи. И для этого есть сертификация, там, эко-сертификация, там, органик, то есть независимая сертификация от аккредитованного органа. То есть если, например, производитель прошел сертификацию, получил этот значок, то есть подтверждение. Но есть и также и наоборот ситуация, которую вы сказали, когда, например, greenwashing, есть такой отдельный термин, когда продукт маскируется под зеленый, под полезный и так далее, там, красивыми словами, там, натуральный, экологичный и так далее. Но сертификата нету, просто обычный продукт. Но, как бы, потребители вводят заблуждение, да. Давайте тогда подведем итог, на что нужно обратить внимание. На сертификат. Может, еще какие-то моменты подскажут потребителям экологичность? Я бы сказала так. Лучше всего, конечно, обращать внимание на состав. Это проще всего. Состав должен быть понятным. То есть любая домохозяйка, человек без химического образования, прочитает и поймет состав. Это вот прямо идеально. Если есть какие-то дополнительные экологические сертификаты, сертификаты, помимо, там, какие-то полученные добровольные и так далее, ну, это плюс. Но в целом, даже если нет сертификата, все равно требования к торговле, к продукту, которые попадают в розницу, они в любом случае соблюдаются. То есть здесь скорее уже внутри выбрать понятный, простой состав. Ну, вот так вот. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok